Никто не может понять Духовный Учитель, пока сам не станет Духовным Учителем. Потому что Гуру может говорить вещи алогичные иногда, непонятные. В шастрах написано так, а Гуру говорит, что нужно в Духовный мир вернуться, а Гуру Майор сказал, что нужно родиться снова в этом храме. Почему он-то говорит? Противоречить шастрам. Но тут нужно смотреть на другую сторону. Что видит Гуру, глядя на учеников? Смотрите, что происходит. Часто, практически всегда происходит так. Те преданцы, которые сосредоточены на уходе из этого мира, становятся безответственны в этом мире. Вот как это происходит. Здесь слабая дхарма. Они не заботятся о своей квалификации и так далее. Они просто что-то делают, что им скажут. Почти бездумно могут это делать. А сами думают, мы просто вернемся в Духовный мир, какая тут разница, что тут делать. Здесь не так важно. Это иллюзия. Это иллюзия, созданная умом. Мы же говорили, что эта реальность отличается виртуально тем, что здесь мы исполняем долг. Виртуальной реальности не присутствует понятие долг. Дхарма. Дхарма – это имя Бога, главное имя Бога. Без Дхармы не может быть никакого духовного продвижения. Этот мир, он иллюзорен, но он создан так, что здесь есть долг. Дхарма – Бог есть. И это путь. И даже Кришна говорит Арджуне об этом, что не отказывается от своего долга к шатре, от своей дхармы. Он стремился к духовности, думал, зачем мне эти насилия, зачем эти беспокойства, военные власти, такой ценой тем более. Но Кришна говорит, что это долг к шатре. Иди путем долга. Так ты выйдешь из иллюзий. Вот это мы пытаемся осознать практически всю жизнь. В чем же здесь мой долг? Как выполнить этот долг здесь? Я же родился здесь, я должен выполнить свой долг перед Богом. Тогда я освобожусь от всех этих долгов исполнением долга. Если я не исполняю свой долг, ни как преданный, ни как гражданин, ни как человек, я рождаюсь снова, чтобы пройти эту программу, выполнить программу. То есть ученик учится в пятом, шестом классе, сдает экзамены, переходит в следующий класс. Не сдает экзамены, второй год я не выполнил, не усвоил программу. Второй год, и снова воплощение, и снова воплощение, и снова воплощение, и снова вот эти второгодники, вот эти второгодники накапливаются, которые свой долг не исполняют, и население растет на планете. Население некачественных людей, невеликих людей. Великие редко. Тот, кто исполняет свой долг, рождается, у него лучшее рождение, еще лучшее рождение, в конце концов, уходит. Самые великие личности здесь не живут на этом уровне. Здесь формируются. Здесь мы выполняем долг, мы должны заработать это, земной уровень, тут все проверяется. А то, что мы заработаем, это будет причиной нашей следующей жизни и положения. Здесь можно осознать душу на земле, можно стать скотом, можно превратиться в кого угодно. Это вопрос нашего выбора здесь, и мы выбираем духовный путь, путь служения. А это означает выполнять свои обязанности очень хорошо. А не просто мечтать о духовном мире и здесь не замечать, что я вообще делаю, что это.